Валерий Валерьевич, в общих чертах на текущий момент, на июль 2015 года, как можно охарактеризовать положение дел в области эпидемиологии и ветеринарии здесь, на полуострове? Благодаря качественной работе ветеринаров Республики Крым, эпидемиологическая ситуация стабильна, контролируема. Но ввиду того, что общие заразные заболевания для человека и животных, или общие заразные заболевания инфекционные между животными, они существуют, и те или иные вспышки у нас небольшие, только исключительно из-за того, что происходит качественная работа, они встречаются. Мы отобрали за первое полугодие кровь на лейкоз у 44,5 тысячи коров. Выявлено 49 положительных реакций на лейкоз, поэтому принято решение по карантину в 49 случаях. Один у нас случай лептоспироз, шесть пунктов поворотозу пчел и два панематозу пчел. При этом хочу отметить, что у нас нет ни одного случая бешенства в этом году. У нас вообще, в принципе, нет ни одного случая африканской чумы свиней. Это очень опасное заболевание, оно очень сильно экономически бьет, в том числе не только по гражданину, но и государству в целом, потому что необходимо бескровным способом будет убить всех свиней, значит, и сжечь их, она не допускается в пищу. Одно отмечу, что человек не болеет этой болезнью, но она очень опасна и очень длительное время запрещается разводить на этой местности свиней. Но статистика, если сравнивать, допустим, с аналогичным положением дел в прошлом году, она хуже или лучше? У нас вообще, как бы, африканской чумы не было и нет, и, надеемся, не будет. Достаточно большое количество вспышек на Украине и достаточно много вспышек и на территории материковой Российской Федерации. Хотелось бы отметить, что нет ни одной вспышки, еще раз подчеркну, бешенство. Но за этот год мы оздоровили три пункта, которые у нас перешли с 2014 года. Мне хотелось бы отметить и обратиться к крымчанам, чтобы это не усыпило бдительность, что своих животных, собак, кошек необходимо привить. Мы это делаем, ну, как бы, бесплатно вакцины это делаем. Значит, это можно сделать там более комплексной, дорогой вакцины, это в частных клиниках, но в службе государственного ветеринарного контроля, нашей службе, 20 наших предприятий по Крыму, эта вакцина колется бесплатно. Может, там стоит будет спирт, там, спирт, но это буквально там рубль, копеечные деньги. Если пропустить принцип вакцинации, то мы в ближайшее время можем опять получить нехорошую ситуацию по бешенству. Сказать, что наша территория полностью благополучна пока нельзя, потому что не прошло достаточное количество времени, а проблема Крыма заключается в том, что бешенство ушло в дикую природу. Благодаря чему вот такие вот результаты, они, в принципе, неплохие, о которых вы говорите, удалось добиться? Ну, вот смотрите, по итогам первого полугодия мы провакцинировали коров против сибирской язви 64 тысячи голов, мелкого рогатого скота 80 тысяч голов. От сибирской язви лошадей больше 2 тысяч, туберкулинизацию крупного рогатого скота 62 тысячи, взятие крови на ликоз, я уже сказал, 44 с половиной тысячи, на бруцеллез 44 тысячи, вакцинация собак от бешенства 52 тысячи 658 голов, значит, кошек 22 тысячи 273 голов, вакцинация свиней против классической чумы свиней 134 тысячи, вакцинация птицы, там, рубарь, 19 миллионов. То есть, представьте, какой объем работы выполняется. Почему на Украине, вот условно говоря, вы проводили параллели, ситуация хуже, а у нас лучше? Может быть, потому что у нас голов меньше и проще, так сказать, промониторить ситуацию? Нет, вопрос в качестве работы, вопрос в отношении государства к этому процессу. Если Российская Федерация полностью обеспечивает необходимое количество вакцин для вакцинации поголовья, нам известного. Потому что существуют случаи, когда предприниматели, крестьяне, пытаются укрывать поголовья. Во-первых, в случае каких-то вспышек или карантина мы не будем компенсировать стоимость за такие головы, потому что они неучтенные. Во-вторых, надо понимать, что это может быть злом, который принесется своим соседям, соседям по двору, соседям по улице, соседям по селу и так далее. Потому что не находящиеся на контроле животные, они более уязвыми. Наша служба, начиная от кормов, жизнью животного и заканчивая уже сырьем от этого животного, полностью прослеживает этот весь путь. И если человек, как инвалид, приспосабливается к жизни в обществе, то животный мир, особенно используемый в коммерческих целях, и тут важен процесс продуктивности. Поэтому здоровье животного – это очень важный вопрос. Вы сказали о том, что собственникам компенсации какие-то выделяются. Нет, не будет никаких компенсаций, если такие животные будут инфицированы, мы их выявим и объявим карантином. А в каких случаях эта компенсация определяется? Существуют законопредусмотренные случаи, когда происходят массовые какие-то моменты, чтобы для людей не было потерь. Потерь, конечно, компенсируется стоимость тех животных, которые изымаются. Вы сказали о том, что когда речь идет о мониторинге крупного рогатого скота, использовали такую фразу, как карантин. А вот когда о пчелах, вы о них тоже сказали. То же самое карантин, конечно. Как пчелу поймать и поместить в карантин? Нет, она не помещается в карантин, она помещается на определенную территорию, с которой она не может до другой семьи долететь. То есть изолированная территория, с которой она не передвигается до тех пор, пока мы не оздоровим эту пасеку. Чтобы не было заражения между другими животными. Скажите, пожалуйста, речь идет и о предприятиях, и о подворьях. В чем отличие той техники, которую вы используете для того, чтобы мониторить ситуацию на предприятиях и в частных подворьях? Никакого нет отличия. Вы знаете, что 20-й федеральный закон при вступлении Крыма в состав Российской Федерации определил, что до 2018 года у нас нет плановых проверок. Бесспорно, если говорить в общем о проверках в обществе, то, может, это было бы и нормальное развитие бизнеса, и становление людей, переходный период. Но если мы говорим о таком опасном направлении, как возможные вспышки с массовыми заболеваниями, ну, нелогично, представим себе, если происходит какой-то нехороший процесс, если даже представить, что это не те инфекционные болезни, которые опасны между животными, а те, в том числе, которыми болеют люди, ну, например, сибирская язва, то ходить по большому кругу, выпрашивать 10 дней проверку, чтобы выйти на это предприятие или к этому субъекту для того, чтобы провести какие-то действия, ну, это может быть не совсем правильно. Но есть закон, мы его выполняем. Профилактика позволяет нам вписываться в эти рамки. Бесспорно мы выступаем инициаторами, чтобы 322-й закон, 377-й федеральный закон, где мы согласовываем неплановые проверки с Министерством по делам Крыма, и на это уходит на согласование с Москвой длительное время. Мы раньше согласовывались с прокуратурой по 24-му закону. Там можно было в течение даже суток этот вопрос решить. Сейчас получается такое разрешение, уведомляется соответствующий субъект, и мы проводим непосредственно те необходимые мероприятия в зависимости от той ситуации, ради которой мы вышли. Но если есть угроза жизни и здоровью людей, мы проводим свои мероприятия незамедлительно. Что касается стихийных рынков, которые располагаются, может быть, не вполне законно, но, так сказать, удовлетворяя потребности многих жильцов, жителей жилых массивов Симферополя, отдаленных от каких-то центральных рынков, как там контролируется вот эта ветеринарная ситуация? Это псевдоудовлетворение. Мы сегодня имеем 82 законных рынка, на которых находятся ветеринарно-санитарные лаборатории. Продукция, которая находится на рынке полностью, вся, я имею в виду продовольственная продукция, она проверяется и выдается соответствующее заключение на конкретную продукцию, на конкретную партию. То, что находится за пределами рынка. Вот представьте себе ситуацию. Вы слышали, чтобы кто-то уничтожил тонну арбузов, полтонны помидор или еще какие-то вопросы, где избыточное количество нитратов и так далее. Куда-то потом эта продукция девается, человек, когда понимает, что она у него некачественная, он где-то это продает, делается псевдорынок, где людям расскажет, что это свое, это дешевле, это невозможно продать на рынке. Находятся бабушки, которые рассказывают о том, что это сделано домашней грядочкой. Это все хорошо, но может все очень плохо закончиться. Поэтому здоровье должно быть на первом месте. Особенно, когда такие вещи происходят прямо возле рынка. Это недопустимо. Здесь два пути решения. Создание дополнительных каких-то прилавков. Если это человек со своим ведром, мы понимаем, что из тех людей, которые сегодня стоят на полу, большая часть тех, кто пришел с привоза. И сами они ничего не вырастили. Особо ужасным является, если это рыба чистится прямо на земле и так далее. Хотел бы отметить, что на территориях рынка мы проверяем всю подконтрольную продукцию растительного, животного происхождения и так далее. Но если это стихийный рынок, то мы ограничены только проверкой продукции животного происхождения. Поэтому все нитратные продукты, все какие-то другие в растительных продукции, мы не можем этого сделать ввиду определенного ограничения. Спасибо большое, Валерий Валерьевич, за ваш компетентный комментарий. Удачи в работе. Я хотел бы, пользуясь секундой времени, если есть, обратиться к крымчанам. Уважаемые предприниматели, уважаемые крымчане, все, кто пользуется, кто разводит свиней, кто знает своих друзей, кто разводит свиней, прошу вас, используя продукты питания из общепита, проводить и кипячение. Это позволит сохранить и дальше наш Крым от вспышек африканской чумы свиней и сделает вашу жизнь, вашу продукцию, ваших свиней безопасными как для себя, так и для окружающих, для Крыма в целом. Спасибо за вашу работу. Удачи. Ну а мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова